Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады вас приветствовать на нашей передаче и благодарим вас за те вопросы, которые вы продолжаете присылать на адрес нашей студии. Надеюсь, что интерес к нашей программе не будет ослабевать, но, пожалуй, наоборот, будет усиливаться. Рукоположение или Таинство Священства, Хератония – это передача благодати Духа Святого на члена Церкви, которая делает его способным к священодействию, к духовному руководству церковного стада верующих людей. Еще в деяниях святых апостолов мы встречаемся с таким явлением, когда избранники Божьи, апостолы, через возложение рук поставляли епископов и пресвитеров для Церкви. Таким образом, им подавалась особенная благодать Духа Святого совершать церковные таинства и руководствовать ко спасению верующих людей. Действительно, и в повседневной жизни вы, наверное, замечали, что умножение знаний умножает ответственность, а вместе с ответственностью приходят более серьезные отношения к тому делу, которое вы совершаете в мире. Вместе с тем, всякий профессионал замечает, что существует огромное количество дилетантов, людей, которые недостаточно ответственно относятся к тому делу, которое им поручается, и поэтому по вине этих людей, дилетантов, безответственных, происходят многие и многие неприятные вещи. Но, наверное, все вы были недавно свидетелями трагедии, которая произошла в России, и погибло огромное количество людей из-за халатности и безответственности тех, которые должны были быть ответственными и серьезными. В духовной жизни присутствует то же самое. Чем более человек приближается к Богу, тем более Господь накладывает на него и ответственность, и вместе с тем более его испытывает. Познание Бога есть то же знание, и чем ближе человек приближается к Нему, тем более для него открывается глубин, и вместе с тем познание собственной ничтожности, и познание того, насколько действительно недостижим тот идеал, к которому стремится человек. Вместе с тем, чем более человек знает, тем более он может осмысливать происходящее вокруг. Сейчас посредством средств массовой информации нам с вами пытаются всеми возможными способами создать так называемую шумовую завесу. Благодаря постоянным развлекательным программам, бесконечным шумам, человек отвлекается от серьезных мыслей и от осмысления жизни. Многие явления человек не хочет воспринимать всерьез, потому что они пугают, заставляют задумываться, а этого человек более всего не терпит, особенно в современных условиях жизни. И человек, который действительно пытается осмысливать все происходящее вокруг, видит не только хорошее, но и то, что происходит негативного. И это не может не создавать скорбного настроения и вместе с тем беспокойство за будущее и своих детей, и себя самого. Вот, наверное, поэтому премудрый экклесиаст и сказал эти замечательные слова «Познание умножают скорб». В церкви существуют незыблемые догматы. Это то, как Церковь учит понимать существо Божие, как она учит смотреть на лица Святой Троицы. Это то, что касается учения о Боге, о Церкви. Но вместе с тем существуют в жизни Церкви такие явления, на которые можно смотреть по-разному. Например, у каждого человека существует свой собственный духовный опыт встречи с Богом. Свой неповторимый, свой уникальный, не похожий ни на какие другие. И вот, когда человек решается его записывать, то есть полагать на бумагу, то мы с вами видим, что человек говорит, передает свой опыт. Вот. Действительно, у многих отцов Церкви, читая их произведения, мы сможем встретить неоднозначный взгляд на один и тот же предмет, на одно и то же явление. Как я уже говорил, существует опыт каждого человека. И вот, читая ту или иную книгу, мы соприкасаемся именно с опытом того человека, который ее пишет. В Церкви возможны такие разногласия по незначительным вопросам. И, как говорит апостол Павел, они должны быть для того, чтобы явился искуснейший. Мы действительно в споре иногда рождаем истину, когда разные мнения выслушиваются, и из них выбирается самое рациональное зерно. Это замечательно, прекрасно, вместе с тем свидетельствует о том, что в жизни Церкви существует живая мысль, живой взгляд и живое обсуждение тех или иных вопросов. Самым мужественным поступком, какой можно только представить в нашей жизни, является претерпевание скорбей. И тем, чем они сильнее, тем более закаливается человек, и тем более он являет свое мужество и непреклонность. Некоторые люди, можно сказать, восхищаются поступком людей, накладывающих на себя руки. Они считают, что они преодолевают самый страшный инстинкт смерти. Но, пожалуй, самоубийство со всех точек зрения, и с библейской, и с общечеловеческой, является проявлением человеческой слабости. Если человек таким образом сбрасывает с себя груз проблем, это означает, что в нем не хватило сил, что он поддался искушению слабости, является подлинно незрелой личностью. Ко всему прочему, церковь, Библия исповедует, что этим земным существованием жизнь не заканчивается. Если человек проявил слабость и наложил на себя руки, совершив страшный грех, лишив себя того, что он, собственно говоря, не лишь получил, но источником чему не является, то он, прощаясь с этими проблемами здесь, на земле, обретает их в миллионы раз больше в загробном мире. Потому что человек, совершивший самоубийство, вступает в спор с Богом и принимает на себя его права. Один он, как источник жизни, имеет право ее давать и вместе с тем его пресекать, останавливать земную жизнь человека. Опыт Церкви свидетельствует, что самоубийство – самый страшный грех, какой только можно представить, и человек, прощаясь с жизнью самостоятельно, находится вне божественной любви, вне ее активной любви, попадает в мрачные узы ада. Поэтому ко всем хочется обратиться с призывом в самые трудные минуты жизни, в самые скорбные, неприятные необходимо не думать об этом, а стараться жить, претерпевать с молитвой, верой и упованием на Бога. Ко всему прочему, как показывает самый простой человеческий опыт, ни одна скорбь, ни одно искушение, ни одна неприятность не продолжаются длительное время. Господь по Своему милосердию сокращает это время и, испытав человека, снова возвращает ему радость жизни, счастье и обновление. Ко всему прочему, нет ни одной такой скорби, которая не врачевалась временем. Мы знаем, что время – самый лучший лекарь. И когда мы с вами, находясь в трудных обстоятельствах жизни, что-то терпим, мы тем самым вырабатываем и приобретаем самую главную и важную добродетель – христианство и общечеловеческую ценность, которая является терпением. Многое в жизни, к сожалению или к счастью в конечном итоге, приходится просто претерпевать и переживать. Много обстоятельств в жизни таких, на которые человек не может повлиять собственными силами. Их нужно переживать, претерпевать. И за всем этим всегда, как свидетельствует опыт, наступает свет, радость и обретение нового бытия. Человек из этого горнила испытаний, из огня искушения, выходит обновленным и лишенным всего того, что в этом огне сгорает. Многое человек теряет на пути искушения. Все ненужное – самость, гордость, тщеславие, все то, что препятствует ходьбе по пути духовного совершенства и евангельской жизни. Поэтому мы с вами должны понимать, что всякое испытание – это не только проверка на нашу прочность, но и вместе с тем огонь, сжигающий многие наши пороки, страсти и недостатки. На этом, дорогие, мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok